Ну, если коровин был пьян, тогда я понимаю, почему у него такие расхлябанные движения там. Ну, просто он везде такой. То есть, вот в любое видео, не знаю, коровин, като, да, давайте вот просто чисто для эксперимента. Так, тут художник коровин влезает. Так, Москва, 20-й год. О, пожалуйста, совсем свежее. На Будо, 36. Не знаю, что это такое вообще все. Какой-то очередной у них фестиваль сувенирный. Ну, вот, коровин като. Ну, давайте посмотрим, что коровин покажет. Вот это совсем все свежее должно быть. То есть, как бы самый высокий уровень коровина максимально. Это, конечно, полиция. Кака бы не хапкидошная с черным воротником. Кто это общий? История шовка окинавской като на ифанти, окинавской карате. Давайте глянем. Катар Найханчин или Найханчин практикуется в окинавских стилях Шорин-рю, Шорин-жирю. Вот, кстати, что Шорин-зи-рю, да? Просто Шорин-зи-кэмпа мы знаем, да? Шорин-зи-рю... Это что? Что это такое? То есть, где-то в промежутках между Шорин-рю и Шорин-зи-кэмпа какая-то еще школа. Кто ее мастер? Мастер. Я покажу его медленно, а потом объяснишь, для чего вообще я завел этот разговор. Может, у нее какие-то двигательные нарушения? Просто, может быть, это какая-то медицинская проблема? Просто местами даже, может быть, где-то можно сказать, что... Ну, на четверочку он сделал, так скажем. Но просто почему-то местами. Сейчас еще у меня тут тормознулось. Блин, да что это такое? Я не могу понять. Может быть, ракурсы какие-то неправильные. То есть, вот делает вроде движение, да? Подсечка, вроде нормально прошла. Вторая нормально прошла. Потом блок и какой-то провал в плече. Это все? А побыстрее можно сделать это? То есть, мы не увидим нормально этот, да? Давайте заново тогда посмотрим. Ну, я говорю, что... Вот встает вроде бы правильно, да? Потом начинается перемещение, да? Вместо того, чтобы перейти в сразу низкое положение, да? То есть, он делает это... Мама, и скукожился. И почешет на работу. Знаете? А вот это что такое? Вот что это вообще? Откуда лишнее движение? То есть, вот первый же момент. Вот он пошел. Давайте смотрим оригинал. Хоть кого-нибудь другого, да? Шоринвю каратэ. Вообще, вот реально. Скорее всего, коси-бо, это скорее всего, кое-косики. Давайте посмотрим другого. Вот просто это уличный какой-то человек, да? Просто человек с улицы. Вот смотрите, вот самое начало. Вот могут быть претензии по недоделке, да? Но у него нет лишних движений. Понимаете? Вот я еще раз показываю после сравнения, да? Вот вообще ничего нет. Вот он перешел. Ну, есть косички, да. Ну, уровень, да? Такой. Давайте, может быть, найдем где-то еще. Вот, чтобы просто... Вот, Найханчи, Ката, старая версия. Егения Рыбин. Егения Рыбин. Это Рыбин. Слушай, а что это за Ката, Найханчи? Хайшу, Ката, старая версия, открытая ладонь, Ассенэнэка, Хаши, Диады, Дан, Ассенэта, Тибадзе. Так, чемпион Ката и Кумит, они все там чемпионы? Так, ну, сейчас давайте я попробую нормальных исполнителей сразу, чтобы убрать вот эти вот все недоделки, ошибочные, обычные окинавские направления. Есть кто-нибудь? Вот, так, Шухан, Аракаки, Мусука и Карате. Ну, хотя бы... А, ребята, давайте просто посмотрим обычного эталонного мастера, окинава. Как раз тот, о ком я говорил, Шимаба Букуро Зэнпо. Десятый данный Ширенрю, Сейбукан. Все, что я сказал, все, что делал вот второй человек, который в серой робе, такой сверху на кимоно надетый, да? То есть, никто ничего не сочинил. Возвращаемся обратно к нашему дорогому Коровину. И вот он встает, как солдатик. Резко сложился вниз. И понеслось. Эйфелева башня. Я говорю, что вот... Вот откуда это? У него, получается, вместо движения сюда, да? Вот, вместо вот такого движения. У него, получается, вот такое. То есть, вот так он делает. Я беру оригинал. Ну, имеется в виду японский, да? Оригинал. Это несложная карта-то. Удар такой, да? Все. Чистый, абсолютно. Если я его буду делать, я его буду делать так, как делает, вот, Зенпо, да, Шумабакуру. Мастер, да? То есть, естественно, я буду повторять, я не буду приносить какие-то лишние движения. Зачем, зачем постоянно Коровин делать какие-то лишние движения? То есть, вот вы мне говорите об уровне, да? Что может в этом оценить косоротов под дзюдо? У них вообще никогда не было ката. То есть, я могу оценить. Потому что я занимался каратэ, я занимался в нескольких направлениях каратэ, да? Я занимался тэквондо, которое, собственно, вышло из шатакана, ситакана, да? Из, короче, окинавских направлений, селиндрю, скорее всего, да? И вот мы видим постоянно вот эти вот... Он весь такой. И вроде вот планы переходы вот эти вот с ногами нормальные. Но что дальше начинается? Вот одно движение нормальное было. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Если у человека какие-то проблемы с координацией, с движениями, да, ну как, в принципе, кто ему может присудить там первое место, да, по ката? Только такие же. Или бы худшие. То есть, вот просто это всё зависит... То есть, ребят, если вы посмотрите на чемпионаты по ката, да, среди нормальных школ, я думаю, что никакие... У рыбина больше шансов. Вот просто если мы смотрим на рыбина, да, то рыбин для ката больше подходит. То есть, вот мы его оцениваем как бы... Понимаете, в чём дело? Коровин, косики, да, они больше дерутся по логике. То есть, ну, как бы какой из него, в общем-то, особо, так скажем, боец, да? То есть, ну, средний, я думаю. То есть, поэтому он выступает по ката. Там по ката, я думаю, что он там, наверное, у них лучше по той простой причине, потому что все остальные просто дерутся. Вот и всё. Вот и всё. Такая школа. Такие чемпионы. Мне кажется, я доказал. То есть, мы берём эталонного, да... Да, в принципе, вот для интереса я могу взять вот этого Араки, да, Шахана Араки из Мусакая. С тем же самым ката. То есть, просто... Я говорю, что просто мы... Я не беру остальных, потому что... Я могу взять много кого. Вот я вижу, тут тоже кто-то японец какой-то есть. Ну, просто я уверен, что никто не делает так, как делает это. Вот, пожалуйста, Араки. Переход плавный. Чётко. То есть, это... Ну, я думаю, что... Разница между ними всеми, это разница в школах каратэ. То есть, вот это ближе к Шатакану какому-то. То есть, вот здесь я вижу ещё Сакен, Хахан какой-то. То же самое. Шинши, Мацумура, Сейто, Ширинрю. Опять Ширинрю. Но я не думаю, что он по-другому сделает. То есть, мы найдём технику, где изучал её Коровин? Сейчас, вот. Да нет. Обычная техника. И вот ещё тут и Тамари, но... Нэйхангчи. Нэйхангчи. Чё-то зеркально. Начал. Вот даже вообще, вот просто еле двигающийся дедушка. Я не знаю, кто это. Абсолютно по-другому делает. Никаких лишних движений. Понимаете, в чём дело? Если ты занимаешься в школе каратэ, ты и делаешь каратэ. Если ты занимаешься в школе русского стиля, ты можешь делать как у бота. То есть, вот у меня такая школа, да. Вот претензий, например, к какому-нибудь там американскому кэмпу, да, то есть, не будет никакого. Вот они будут делать так. Мы делаем по школе вот так, да. Но просто он претендует, типа того, что у нас Сейринрю некая. Сейринзи-рю. Где-то в промежутке между Сейринзи-кэмпом и Сейринрю появился Коровин, вынырнул такой. Ну вот, и он там претендует на какие-то вот, какой-то уровень, да. То есть, вот я смотрю, и я не вижу. Ещё какой-то, вот, Сейринзи-говорят тут. Кацююки Шимабукуро. Не знаю, кто это. Ну, мы знакомы Шимабукуро. О, кстати, смотрите. Он делает похоже на Коровина. Он делает движение тазом. Прямо вылитый Коровин. Может быть, это его учитель? Так, да, Шимабукуро, Шимабукуро, Зэмпо. Так, а кто такой Кацююки Шимабукуро? Кратэ. Так, смотрим. Так, Сейринзи-кратэ. Ширинрю каратэ. Кюдо-клан. Ну, вот он похож. Похож на то, что делает Коровин, да. Есть что-то такое. Вот если мы посмотрим. Нет, правда, вот этого вот скачка вниз, да, головой. Но он сделал вот так, да. Хотя, конечно, это всё равно нельзя сравнить с Лещом от Коровина. Всё равно на сторону. То есть не сделал, конечно, так, как Коровин, но сделал движение тазом. Вот эти вот переходы такие делает ноут. Но это специфика такая, да. Надо спасечь, ну, еле-еле вообще делает. Я не знаю, почему он так делает. Специфически делает, но не так, как делает Коровин, конечно. То есть Коровин просто уникальный в этом плане. Он 85 лет, старый, да. Вунка не совсем то же самое нас связано. Варяется на тему. Он прекрасный каратист. И все, с кем я встречаюсь на кино, отзываются о нем хорошо. У меня есть возможность, что я не рада с ним по воскресеньям утром. Я оценил такую возможность. Замечательный представитель родины каратэ. Давайте вернемся обратно к Коровину, да, и посмотрим его ката. Ну, тут опять начинаются детские ошибки. Я говорю, вот просто даже посмотрев вот более-менее похожую технику вот этого мастера, да, который делает со специальными дыханиями, да, с переходами, но вот там ты понимаешь, да, чем это делается. Здесь вот начинаются детские ошибки. Пересечение рук, да. Удары по рукам. Блин, вот что вот это такое? Почему у него все время вот это делается? Какая гадость! Эх! Жизнь, моя жестянка! Как будто он за трещину дает. Как будто у него вот так получается. У него, кстати, так все время делается. Ну, в общем-то... Ну, в общем-то... Николай Коровин просто вот у него есть дефекты, и все. То есть, от которых ему надо избавляться. То есть, как бы, если действительно так-то и такое требование от его учителя, а Коровин... Ну, кого изучал Коровин? Сирен Зилю, да? Так, рассказывает, в 2005 году он нашел учителя. Э-э-э-э-э-ээ... Э-э-ээ-э... Э-э-э-ээ... Вот нашлась эта скрытая статья. В 1996 году перешел в федерацию Кенко Кан, Сирензирю, Михаила Крысина. Там получил третий дам, после этого познакомился с сэнсэем Филимоновым, в то время учеником моря Хигаона. Стал защищать от него Канзирю. В 2005 году нашего учителя покиналось Сирензирю и уже стало тренироваться у него по 2013 год, пока сэнсэй не ушел из жизни. Потом в 2016 году попал в Додзи главой школы Реншин Кан, Сирензирю и Иваута Томоцу в Кагасиме. Ну, смотрите, нет имени учителя Пакинава Сирензирю. Стал тренироваться у него по 2013 год, то есть с 2005. То есть 6 лет, да? Не, больше, 8 лет. 8 лет он тренировался человеком, который не называет. Почему вы не упоминаете его фамилию и имя, когда отвечаете на вопросы про него? То есть я думаю, что это вообще фейк. Иваута Томоцу, посмотрим просто, есть ли такой Сакэ и как он, собственно говоря, делает те же ката. Может быть, это оттуда идет? Так, Сакэ и Иваута Томоцу. А, ну так это же то, куда он, собственно говоря, по-моему, и ездил. То есть мы сейчас вернемся обратно на то самое видео, да, с чего все начиналось. Это я прав. Там Иваута Томоцу, это как раз кошки каратэ. То есть вот и все. Ну, смотрите, здесь есть видео, да, про Сансэ и Иваута Томоцу. Каратэ и все прочие виды традиционных боевых искусств, заключающие в себе понятие путь. Он не плох? То есть он сам не плох? Каноном Бусидо. Сам Сенсэй, ему 68 лет, владеет сразу несколькими видами единоборств. Мальчику 6 лет. Фиолетовый пояс большинство его сверстников в других частях страны получат лишь через 3-4 года. Коровин такой очень улюзивный. Малых лет здесь приучают к аскезе и спартанской дисциплине. Обычно в японских секциях тренировки по контактному бою. Коровин уникален. Коровин уникален, он всего лишь совпадает с нетрадиционным исполнением техники того же самого Сансэя. Господи, какого? Кацююки Симабакуро, да? Но, естественно, по мастерству тут совсем другое. То есть явно Сансэй показывает что-то другое. То есть что-то типа дыханием, поэтому медленно и делает. Так скажем, альтернативное исполнение. Бох Лан. Пьяница, внезапно наносящий смертельный удар в корпус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это как раз и пахнет уже на китайскую ушу. То есть можно было бы условно сказать, что ну ладно, хер с ним, глядя на то, что вот так исполняет мастер, значит, мы можем подумать о том, что вот эти все движения, может быть, они и возможны, но все равно пересечение рук, скачки, то есть как бы это далеко от корота. То есть именно, если он что-то другое позиционировал бы. Это называется вдова видит любовника. Как-то так. Вот. Поэтому меня удивляют претензии основные вот этих комментаторов, что я должен посмотреть, кто-то считает, что все, кто присутствует, там ничего не умеют, не понимают. Нет, понимают. Кто-то из них понимает. Прекрасно понимают, что коровин, он такой специфический, и его не переделаешь. Вот и все. То есть это и я понимаю. То есть как бы, ну просто когда вы задаете мне вопрос по оценке, я говорю, что да. Да, но вот. Начало грандмастера, да, являясь грандмастером БИ, я уже много раз говорил, что я даже прошу себя не называть мастером. Так что здесь как бы вообще претензии непонятны. Я прошу называть себя в лучшем случае учителем, потому что слово мастер сильно себя скомпрометировало. В том числе и как грандмастер. Но формально, да, я человек, который основал свое направление, является в этом направлении грандмастером. То есть это старший просто мастер в этом во всем. Как-то так. Ну вот. И есть люди, которые близки к основателю в стиле либо главы направления, либо те, кто очень по уровню близки к тому, который глава направления. Ну то есть умирает основатель, остается, допустим, глава направления, он является грандмастером этой школы. Соответственно, грандмастера те, кто с ним приблизительно на равном уровне. То есть есть, например, Хангидо, да, есть, например, Кобиньон. И вот он грандмастер, да, хотя он не является основателем в стиле. Как-то так. Все. Всем спасибо за внимание. Ну вот, ну, такое кратенькое видео. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...